Шалом, друзья! Сегодня 28 число месяца Томуз. Мы продолжаем изучать понятия Чува и Лоя, высшая Чува. Говорит Адморас Акэн, что эта Чува выражается в изучении Торы с любовью и трепетом. Порождая эмоции с помощью бины, созерцания величия Творца, мы возвращаем и первую, эй, символизирующую бину, к ее источнику. Созерцания порождают чувства, а чувства одеваются в мысли, речи, действия, одеяния души. Все части души объединяются с Творцом. Действия — исполнением заповеди и особенно дзнаки, речь — изучением Торы, мысли — размышлениями о Творце, эмоции — добрыми душевными качествами, например, милосердием, разум — погружением в изучение Торы посредством собственного разума и хохмы. А так как близость с Творцом посредством изучения Торы наиболее возвышенная из всех, то именно это занятие Торой помогает исправить все душевные изъяны. Поэтому человеку, стремящемуся исправить свою душу, следует изучать Тору с разумной любовью и трепетом. И если он привык изучать одну главу, следует изучать две. Так как связывая порванную веревку на месте соединения, делают прочный узел, так, изучая Тору, следует удвоить сделанное раньше, чтобы канат опять выполнял свою функцию, связывая нас с Творцом. Хорошего дня, друзья, и до новых встреч! Момент мудрости Сколель Тора. Присоединяйтесь к нам в Facebook, YouTube и не только.